Сегодня 20 августа 2017 года и подключаюсь сейчас к карамасутренней молитве в прямой трансляции на ютубе. Слава Богу! Приветствую всех! Доброе утро! Всем благодати Божьей умножения, благодати Божьих благословений. Аллилуйя! Спасибо тебе Господь! Спасибо за доброе утро, за милость Твою обновляющуюся в наших судьбах, в нашей жизни. Божьей всемогущей, слава Тебе! Благослови всех, кто подключается. Сейчас уже есть кто-то подключенный. Вот те, кто будут подключаться и те, кто потом в записи будут смотреть это видео. Потому что сохраняется потом, эта трансляция сохраняется на ютубе. Вот и благодарю Бога, что действительно истинно делает людей свободными. И вот сегодня я хочу провозгласить величайшую истину и причаститься. У меня здесь есть немного хлеба белого, такого украинского. Вот, значит, есть виноградный сок у меня приготовленный. Вот. Так что я буду совершать сегодня причастие в хлебопреломлении. Вчера был собор у нас. И вчера преображенский собор мы назвали его. Потому что начался распраздник преображения. Начало как раз 19-е число. Вот сегодня по празднику, продолжение праздничного. Все эти дни размышляем, рассуждаем о преображении. Господнем, о преображении нашим, каждого верующего в отдельности. Всех и каждого верующего. Преображение, вот это вот, духовное преображение в Божьем Духе, в истине. Преображение наших семей, наших конфессий, динаминаций, общин. И преображение всего тела Господа, спаса нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот, и вчера на соборе я читал из Ветхого и из Нового Завета чтение. Вот, и братья также продолжали эти размышления, рассуждения и чтение тоже. В частности, отец Алексей, наш благочинный, вчера тоже зачитывал из Нового Завета. Хорошие такие, потрясающие такие откровения. Слава Богу. И я вчера читал также, среди прочего, из послания апостола Петра. Перечитывая вновь и вновь эти удивительные шесть строки из послания Петра. Но я читал вчера из второго послания Петра, вот, на соборе. Сегодня, даст Бог, видео уже будут выставлены на Ютубе, на этом канале Ютуба. Постараюсь все выложить уже. Вот, но сейчас, этим утром, хочу прочесть я из первого послания Петра. Вторая глава, вот, здесь об Иисусе, о личности самого Христа. И, в общем-то, эти слова, значит, вторая глава, 1 Петра, 24 стих, я даже обозначил, как вот именно с картиной такой, ну, не очень, может, приглядной, но, как бы, очень важной, считаю. Это, например, страдание Мессии, страдание Машеха, страдание Иисуса Христа. Вот, да, она некрасивая картинка эта, но, знаете ли, горькая правда. Именно такой ценой, страшной ценой, Агнец Божий заплатил за нас, за всех. И Бог во Христе примирил с собой мир, весь этот мир, такими, такой страшной ценой. И мы должны вспоминать об этом. Особенно, когда мы совершаем хлебопроломление причастия Евхаристию, таинство тела крови Господа и Спаса Иисуса Христа нашего, то мы, конечно же, вновь и вновь, как бы, мысленно с вами переносимся в ту эпоху, 2000 лет назад и благодарим Бога за победу, которую Он совершил на Голгофе, на Кресте. Аллилуйя. О, и вот, да, Он пострадал за нас, Христос пострадал за нас. 21 стих говорит здесь, вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. И дальше говорится о Его следах, говорится о Его пути. Такое, что, ну, если человек верующий это принимает, то для неверующего это, как говорится, не дай Бог. Вот, знаете, вот мы смотрим на ту цену, и это бесценная цена, не золотом, серебром. Не всеми богатствами этого мира, всех богатств этого мира не хватило бы, чтобы искупить нас, выкупить нас. Но драгоценной кровью Христа совершилось это таинство. Написано, Он не сделал, Он, Иисус Христос имеется в виду, Ишуа Машиах. Он, истинный Машиах, Ишуа, Христос Иисус, не сделал никакого греха написано. Вчера тоже, как раз я и говорил, тоже подчеркивал эту мысль, что Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах Его, написано. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Судьи праведного, да, с большой буквы. Потому что его судили судьи неправедные. В частности, вот Понтий Пилат выступил в роли судьи неправедного, который даже увидел, что не было никакой вины в нем. Однако же, умыв руки демонстративно перед толпой, значит, заявил, что вот все. То есть, Он осуждает, принимает, выносит приговор, заведомо несправедливый, невинному человеку. Вот, но Иисус сказал, интересно, этому человеку, ставшему Его судьей, осудившему Его на смерть. Он сказал, интересно, ему мысль такая, что ты не имеешь никакого власти надо мной. Если бы не дано тебе было бы свыше. То есть, осуди самого великого приговоры, даже самые несправедливые. Мы знаем, что есть судья праведный на небесах. Вот, и вот пару лет назад в Петербурге меня осудили, и осудили, меня суд осудил. Я впервые в жизни стоял, как подсудимый, значит, на схове подсудимых сидел впервые в жизни. Знаете, только в кино такое видел раньше. Вот, и никогда не думал. Для меня, вот, осужденные, тюремщики, это все как бы, ну, негодяи и негодные люди. Отбросы общества всегда были. Знаете ли, в моем сознании, в подсознании самых детских времен. Вот, значит, это, как бы, это было однозначно для меня. Хрестоматийно. Знаете, вот прописная истина. Но, знаете ли, не думал никогда. Ну, я понимал умом, конечно, что много и несправедливо бывает осужденных. Вот, значит, и понимал, конечно, что и христиане всегда были осужденными за веру во Христа. Это в любом поколении, в любую эпоху примеров много очень. Вот, значит, и, но, честно говоря, знать это одно, как бы, со стороны, а, как бы, испытать это самому, за слово Божье, будучи осужденным. Да, мне осужден, я был осужден, и мне был присужден, как называется, или как, не присужден, а как, назначен штраф, короче, денежный штраф. Вот, да, слава Богу, сегодняшняя инквизиция, она более гуманна. Сегодня нас на костер не отправляют, значит, за слово Божье, за проповедь Евангелия. Вот, и в казематах царский, значит, жандармы царские нас не мучают, или КГБшники там, значит, там нас не убивают, как раньше было в советское время. Сейчас время другое, но все-таки, знаете ли, денежный штраф небольшой, но для нашей семьи это большой денежный штраф был. Для судей это, как бы, была мелочь, конечно. Вот, значит, она милостиво, как, может, она понимала, значит, снизошла, как бы, и, ну, ей сказали сверху, видимо, что надо осудить меня, вот, значит, как проповедника, что она и сделала. За проповедь Евангелия, за проповедь Слово Божье в церковном собрании меня, вот, арестовав прямо в зале собрания церковного, значит, меня судили и осудили на денежный штраф. За проповедь Евангелия. Конечно, даже там один, значит, этот пастор был, лютеранский, лютеранский священник был, вот, юрист, он, надо же, это как будто бы в книгу Деяния попало, я говорю, странно, именно за Слово Божье, за проповедь Слово Евангелийского, благой вести проповедь осуждают человека на штраф денежный. Вот, он говорит, это, говорит, нонсенс, это впервые в истории современной России подобное произошло. Да, это было пару лет назад, но, знаете, вот я вспоминаю себя, я понимал, что я сейчас нахожусь перед судьей неправедным, потому что эту женщину мне было жалко самому, потому что было видно, что она оказалась между молотом и наковальней. Она понимала, что несправедливо поступает, какой и Понтий Пилат несправедливо поступал, он прекрасно понимал, и даже Понтий Пилат и даже жена предупредила, что не делай ничего зла этому праведнику, она во сне много пострадала за него, то есть, как бы она кое-что видела во сне, ей откровение было какое-то во сне, видимо, к женщинам часто, вот именно через сон, Бог так вот говорит, хотя и к мужчинам тоже, вот, Иосифа, допустим, во сне Бог предупреждал, ангела посылал, интересно? Вот, у всех по-разному бывает, и у мужчин, и у женщин, и у верующих разные конфессии, разные динаминации, подобное происходит, вот, да и у неверующих, у неверующих полно таких знамений, просто неверующие обычно не запоминают это, или же не придают этому сильного значения, как правило, хотя же на Понтий Пилат придала этому серьезное значение, вот. Ну, все мы разные, конечно, по-разному реагируем на небеса, на то, что Бог говорит нам порой вот таким образом. Вот, и, знаете, когда суд еще начался, ну, еще до начала суда надо мной, вот пару лет назад, когда в Петербурге меня судили, я повторяю свидетельство свое, знаете ли, я молился, и, конечно, можно было брать адвоката, да, платного адвоката не было у меня финансов никаких абсолютно, значит, чтобы, значит, нанимать платного адвоката, бесплатного адвоката, значит, это еще худшая ситуация, как мне объяснили, это человек, который называется адвокатом, но реально он против тебя действует всегда, значит, и это, значит, прописная истина, такая уже, к сожалению, в нашей, вот, постсоветской действительности, вот, и поэтому, значит, как бы я, значит, отказался и сказал, что мой адвокат сам Иисус Христос, вот, и я предаю все судьи праведному, и я принял приговор, даже несправедливый, без ропота, с наслаждением, с удовольствием от Бога, как от Господа, от судьи праведного, и заплатили ему штраф, мы же мы пошли, для нас эти 5 тысяч были, конечно же, являются серьезной суммой, для нашей многодетной семьи большой, вот, значит, но мы взяли эти деньги, да, вырвав буквально из бюджета, значит, там все было, там, копейка в копейку, но, как бы, приходилось пояса потуже затянуть, как говорится, но принесли мы, когда вот, там, в Сбербанк, значит, заплатить этот штраф, знаете, я помолился, и мир Божий такой был, что для судьи неправедного, это денежный штраф, как наказание за проповедь Слова Божьего, но для меня это было, и для моей жены, для нас, и нашей семьи, это было жертва государства российское, мы сеем, пусть несправедливо даже судившина за Слово Божье, но я знаю, что эти деньги святые, эти деньги праведные, и мы их сеем, и знаем, что Бог эти деньги благоставляет, и Он благоставляет через нас, через нашу жертву, и страну нашу благоставляет, и принесет процветание, благоставение, и покаяние, исправление, слава Богу, потому что деньги святые производят святую работу, грешные деньги производят грешную работу, а святые производят святую работу, это я знаю точно, в Библии очень много говорится о деньгах, и это одна из главных тем Библии вообще-то, О них, как говорится, больше, чем о многих других доктринах веры, потому что это касается нашего земного бытия, нашей временной вот этой жизни, поэтому это архиважно, очень важно. Вот, и Иисуса здесь, апостол Петр, Аллилуйя, он прекрасно здесь говорит вообще. Спасибо тебе, Господь. Петр, Аллилуйя. Петр, Аллилуйя. Четвертый стих, читаю вновь, который я заглавил, именно как картинку, трансляция. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Дорогая душа, все мы, братья и сестры, по сути, все мы, жители этой планеты и страдавшейся под земли, мы исцелены. Просто очень многие этого еще не знают. Многие этого еще не понимают. А те, кто понимают, даже умом своим, но не принимают это сердцем своим, к сожалению. Или же принимают умом, но частично лишь. На 90%, 99,9%. Вот как я, допустим, даже вот я каюсь сегодня снова этим причастием, я снова каюсь, исправляюсь, то есть исправляю свое мышление. Каюсь в смысле метанои, греческое слово метанои, значит изменение сознания, перемена мышления. Я снова и снова переменяю свое мышление. Паки и паки, я изменяю свое мышление. И прошу Бога изменить мое мышление прямо сейчас, что я не на 99% и 9 десятых спасен, а на все 100%. Если можно писать, то и 101% я спасен. Вот. И исцелен на 100%, 101% я исцелен. Благоставлен, 101% благоставлен. 100%, 100% и еще даже больше, чем достаточно. Потому что Бог наш Эль Шадай, более чем достаточный Бог. И, конечно, это принять, ой-ой-ой. Проще, конечно, жить в религиозном ханжестве, заблуждении, мракопесии, когда дело спасения, утопающие, как говорится, дело самих утопающих, когда сам спасаешь свою душу. Но Иисус сказал, это путь утопия. Он сказал, что спасающий свою душу погубит ее. Вот. А погубивший свою душу ради царства, Он обретет ее. И сегодня погубляю свою душу. Сегодня я погубляю свою душу именно в том смысле, что, действительно, я отказываюсь от всяких своих этих сомнений, всяких страхов, суеверий всяких. Вот. Ложеучений. Я принимаю, смиряюсь перед Словом Божьим и принимаю образ, действительно, Слова Божьего. Принимаю, действительно, живое Слово Иисуса Христа, Спасителя моего, Господа моего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот. Здесь у меня есть хлеб. Вот. Здесь немного вчера что-то осталось с батона. Вот. Обычный хлеб. Я подчеркиваю, что берите обычный хлеб. Хотя в церковном собрании вчера, допустим, да, у нас на соборе, да, маца была. Вот. Опресники. Как вот, ну, как бы так, канонично будем договорить. Потому что Иисус совершил как раз пасхальную вечерю с учениками своими. Вот. И виноградный сок, обычно виноградный сок беру, как вещество причастия, будем так говорить. Если нет виноградного сока, просто беру, просто воды наливаю даже. И просто обычный хлеб. Обычный хлеб беру. Вот. И самое главное, причастие, это причастие совершается не просто хлебом, вином, а совершается вот здесь и здесь совершается. Не просто ртом нашим. То, что входит в нас, я подчеркиваю, это не может нас ни осквернить, ни осветить. Вот. А то, что исходит из нас, вот это нас либо оскверняет, либо освящает. Вот. И то, что входит в нас, не может нас ни осветить, ни осквернить, ничего. Но то, что исходит, а исходит именно как раз наше размышление вот это сейчас, рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. И принимаю это сердцем и умом своим сейчас, что Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Что Иисус Христос, Он пролил свою кровь за меня. Что Иисус Христос, Его тело было ломимо за меня. Два тысячи лет назад. Но это сегодня актуально для меня. В этот час, в эту секунду, в этот утренний час молитвы. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь, за тело и за кровь Твои. Благодарю тебя, Господь, что благодатью я спасен. Телом Твоим ломимым, кровью пролитой Твоей на Голгофском кресте я спасен. Исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Благодарю тебя, Господь. И благодарю Тебя за это таинство Евхаристии, причастия, хлебопреломления, таинство тела и крови Твоих. Господь наш, Спаситель Тебе, слава и хвала. И Ты предавал все судьи праведному, Господь. И мы все предаем, все в нашей жизни предаем судьи праведному. И знаем, Боже Всебогущий, от Тебя всякое даяние благое и дар совершенный свыше от Отца Света всходит. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за все, за все. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо за тело и кровь Твои. Боже, Аллилуйя. И соверши, Господь Божий, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь, за все. Тело Христово приимите, дамы и господа, братья и сестры. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Слава Тебе, Боже наш. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю. За воскресенье Твое. За победу Твою. Благодарю Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святый. За все я благодарю. За все я благодарю. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя. Благодарим Тебя за жертву Голгофскую. За победу Твою, Господь. Слава Тебе, Боже наш. Агнец Божий. Великая цена заплачена была. Никакими богатствами этого мира невозможно было бы спасти нас. Но Ты заплатил величайшую цену. Отдал самого себя. Свою кровушку за нас пролил. И Иисус Христос, Сын Бога, живаго. Аллилуйя. 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 Величайшая цена крови Твоей, Господь. Слава Тебе, страдания Твоих. И это все ради искупления нашего. Слава Тебе, спасения, исцеления нашего. Да и кто мы такие после того, если не будем принимать эту благодать Твою, Господь? Потому что Ты оплатил великой ценой Своей. Принимаем эту благодать великую. Боже, сто процентов я спасен. Сто процентов исцелен. Сто процентов благоставлен. На все сто процентов, даже больше, чем сто процентов. Потому что наш Бог, Эль Шадай, более чем достаточный Бог. Сверх меры, сверх достаточный, сверх избытка. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. Благодарю, за все я благодарю. Благодарю, за все я благодарю. Благодарю, Господа нашего, Господа нашего, Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Пусть Бог благоставит вас всех во имя Господа Иисуса. Благоставляю вас благословением священническим. Аллилуйя. Вся слава Иисусу. Доброе утро. Благословение. Аллилуйя. Приветствую всех. Приветствую именем Господнем. И свою семью приветствую сегодня тоже во имя Господнем. Слава Богу за интернет. Имеем возможность хотя бы так вот сейчас в поездке будучи приветствовать и благоставлять всех. Слава Господу. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благословляю всех вас дорогие друзья из города Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. И сегодня продолжаем тему преображения Господнего. Преображения нашего в нем в Господе. Преображения Церкви Господней всей. Все эти дни в таком размышлении. Вот. И пусть Бог благословит нас в этом святом преображении. В Духе Святом Его. В истине Его. От славы в славу. От силы в силу. Как в зеркале мы видим славу Божью. Да в зеркале Слово Божьего. Мы видим славу Божью. Не себя старого ветхого. А себя нового. Во Христе Иисусе. Который преобразит нас. И преображает нас. Аллилуйя. Спасибо тебе Господь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.